Добрый день, дорогие подписчики! С вами снова, как обычно, Михаил Егоренков. Рад приветствовать вас на этом подкасте. Суть ролика проста, как обычно, как всегда. На этой неделе, буквально сегодня ночью, нас уже ждет турнир UFC, на который я предварительно давал прогноз именно на главный бой, на поединок полутяжелой весовой категории. Джонни Уокер против Тиаго Сантоса. И я также записывал в начале недели подкаст для клиентов с предварительным разбором всего карда. Сейчас буквально записал окончательный подкаст для клиентов, где уже конкретно определил ставки, которые стоит забрать при матче, выделил те варианты, которые интересны для Лаева, для при матче ставок под меньшие суммы и так далее. Ну и вот плавно перехожу уже к завершающему подкасту на эту неделю, конкретно к окончательному разбору на мейн-ивент этого турнира Тиаго Сантос против Джонни Уокера. Я напоминаю для тех, кто не в курсе, что ставки я делаю только после процедуры официального взвешивания, когда можно уже точно убедиться, в какой форме находится боец, не испытывали ли он каких-то проблем и так далее. Потому что, опять же, в период пандемии, да и в целом регулярно бойцы слетают, проваливают взвешивание и так далее. Даже в этом карде, опять же, у меня были некоторые планы на поединок Аспин Лед против Месси Чаосон, но Аспин Лед, как обычно, обосралась со сгонкой и, в общем-то, вот. Хотя многие уже успели там что-то позабирать, насколько я понял. Опять же, в этом поединке я говорил, что ничего такого супертайного нет. Банально, если познакомиться с послужным списком этих бойцов, то становится понятно, что наиболее логично будет залупить на какую-нибудь тэмку. То есть, да, Тиаго Сантос проиграл Александру Ракичу решением в последнем поединке, но это скорее заслуга Ракича, который в атакат еще тот. Даже абсолютно убитого уничтоженного оппонента, как правило, не досрочит. И это просто смешно, ну реально смешно. Вот. Также, в основном, если против него не в атакат, он отлетает досрочно, либо же Санто бывает досрочную победу, как это было в поединке с Блаховичем, Анувы, Андерсом. Да, но при этом, при всем, у него в соперниках Джонни Уокер. Чувака, у которого просто в запасе, я не знаю, бензобака примерно минутки на две. Около того, потому что, ну серьезно, у него есть проблемы как бы и с держаком, у него есть проблемы с кардио, но при этом у него есть очень хороший габарит и рич. У него есть динамит в руках, у него есть борьба там, какая-никакая там, да, но имеется ввиду защита тейков и прочее, ну хоть на каком-то уровне. И в этом плане он, конечно же, опасен. Плюс он не чирает с каких-то грязных приемчиков, как это было в поединке с Райаном, с Пеном, там вот эти локти педорастические, о которых неоднократно говорил. Ну, в общем, в любом случае, здесь опасность с обеих сторон и, как бы, скорее всего, будет ТМК. Далее, степень риска каждый, конечно, для себя определяет сам. Кто-то там просто неполный бой там за 1.1 запихает во все экспрессы, кто-то заберет ТМ 2.5, там, не знаю, двойничок, тройничок. Кто-то там ординаром, возможно, заберет ТМ 1.5. Вот, и... Конечно, да, наверное, я даже сейчас ТМ 1.5 дам как основную ставку, но при этом хочется подумать и посмотреть. А может быть, здесь все-таки есть что-то более интересное на самом деле. Ну, и, конечно же, если мы понимаем, что ТМ 1.5, например, залетает, то, скорее всего, он залетит с учетом того, что бой закончится в первом раунде. Вот. И в данном случае, может быть, имеет смысл заиграть, раунд 2 начнется нет за 2.35. Выглядит, в принципе, неплохо. При этом, при всем, мы прекрасно понимаем, что все-таки фаворитом в этом противостоянии идет Тиаго Сантос, и вариантов на победу у него все-таки побольше. И просто на его победу досрочно дают 1.9. То есть, неважно, в какой период этого поединка, в первом, втором или третьих раундах он как бы ушатает, как бы мы имеем 1.9. При этом, кто-то смотрел в сторону КОТКО, ну, как бы он же, типа, ну, не проведет ли какой-то болевой удушающий прием и так далее. В принципе, конечно, да, вероятность этого крайне мала, но на КОТКО там, по-моему, давали что-то какую-то херню. Так, 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 Тиаго Сан с победой КОТКО 2, то бишь, ну, типа, 1.9 или 2. Да, и как бы мы рискуем просто, грубо говоря, ставкой, если вдруг прилетит какой-нибудь шальной сабмишен. Нахер нам это надо, как говорится, да? Нет, точно нет. По идее, да, я могу представить, как Джонни Уокер переживает первый раунд. Я даже в теории могу представить, как он проживает второй, там, да, но что он пройдет все три раунда, допустим, да, как бы дистанция стандартного поединка, хотя это 5-раундовый мейн-ивент, мне представляется вообще с трудом. Поэтому, если вы со мной согласны, то можете рассмотреть вариант, допустим, Тиаго Сан с победит в раунде 1-3. И здесь коэффициент дает 2 и 3. То есть, вот если мы, например, представим, что раунд 2 начнется, нет, Тиаго Сан с победит досрочно, да, или Тиаго Сан с победит в раунде 1-3, что-то из этого надо, как говорится, выбирать. Вот. Я, возможно, возможно, все-таки выберу основной ставкой Тиаго Сан с победой досрочно, да, а над побочными вариантами сейчас еще подумаю и, как бы, опубликую их в отдельном скриншоте. Ну, в общем, вот примерно такой расклад. Это основная ставка, она будет опубликована, остальные все побочные я, как бы, еще подумаю, посмотрю по росписи и закину. Вот. В любом случае, напоминаю, что в Инстаграме, ВКонтакте, Телеграме, в Ютюбе вкладка «Сообщество» я публикую скрины, где конкретно показаны ставки. То есть, какое событие, исход, коэффициент, там, сумма и так далее. Так что, вот такой расклад. В данном случае, раз в пятилетку, готов полезть в доп. росписи, выбрать победу именно от конкретного бойца, а не победу, тотал и так далее, именно в плане основной ставки. Тиаго Сантос победит досрочно, да, 1,9. На этом я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok